События Гражданской войны на Севере 1918-1920 годов захватили Красноборские волости. Их размеренная жизнь была нарушена. Красноборск стал прифронтовым городом. Летом 1918 года в Волостях при Советах были образованы военные отделы, назначены военные комиссары. Военкомом Алексеевской волости стал Юрьев Федор Дмитриевич, герой русско-японской войны, трижды Георгиевский кавалер. Для руководства боевыми действиями советских войск на Северодвинском направлении и защиты важного стратегического пункта Котласа 3 августа 1918 года в Красноборске в доме купца Воронина, ныне библиотеке, был развернут штаб командующего войсками Котласского района. В последствии 3-й двинской бригады, преобразованный в 54-ю дивизию. На фотографии мы видим работников штаба 54-й дивизии на крыльце дома Базанова, в котором позднее располагался леспромхоз. В доме Мещенина Шестакова, сейчас это дом номер 9 по улице Гагарина, был размещен агитационный отдел политотдела 54-й дивизии, в котором в качестве политработника работал член Северодвинского губкома партии Федор Степанович Чумбаров-Лучинский, известный писатель того времени. 30 марта 1918 года при его непосредственном участии в бывшем магазине «Устюжских купцов» Дербеневых, сейчас это центр дополнительного образования, был открыт первый народный клуб имени Карла Маркса. В здании высшего начального городского училища, где ныне находится музей, с осени 1918 года по март 1921 года, располагались военный госпиталь номер 1044 и курсы по подготовке младшего командного состава. Одним из фельдшеров госпиталя был известный поэт Алексей Ганин, друг Сергея Есенина. В Красноборске и его окрестностях происходило сосредоточение войск перед выходом на боевые позиции. В деревнях Девятково и Сеговы на Лябле был расквартирован конный отряд Хаджи Мурата Зарахохова, находившийся на отдыхе после боев на Северной Двине. В отряде Хаджи Мурата служил и наш земляк Уфтюжанин Иван Русанов. Часть красноборцев добровольно или по мобилизации влились в ряды Красной Армии. В Красноборске также размещались этапная рота, батальон связи, штаб Северодвинской флотилии. В Устьевских деревнях размещался 7-й летучий инженерный отряд под командованием петроградского большевика Петра Солодухина. Штаб отряда был расположен в доме дачи художника Борисова. На снимке, сделанном в селе Черевкове в октябре-ноябре 1918 года, члены штаба во главе с Солодухиным. В Пермагорье стояли арт-дивизион и 60-й дорожный отряд. Черевковская волость стала прифронтовой полосой. Там были развернуты оборонительные работы в районе Коптелово вдоль Кашинского ручья. Вырыты окопы с пулеметными ячейками, построены блиндажи. Интервенты не дошли до Черевкова всего 50 километров. Население волостей также осуществляло транспортировку военных грузов к линии фронта. Вывоз раненых обеспечивало войска продовольствием. Фуражом для лошадей размещало на постой военные части. 7 ноября 1918 года, в первую годовщину революции, в Красноборске на городской площади состоялся митинг. На нем присутствовали жители города и окружающих деревень, а также воинские части. Например, 7-й летучий инженерный отряд под командованием Петра Солодухина. Интересен факт, что в период подготовки годовщины Октябрьской революции решено было устроить демонстрацию, которая должна была следовать от Красноборского городского исполкома по улицам Спасской, Дворянской, Владимирской, поворотив Никольским переулком на улицу Набережную. При изучении маршрута названия некоторых улиц не понравились новым властям и было решено переименовать их в соответствии духу времени. Так, на карте Красноборска вместо улицы Дворянской появилась улица Красная. А уже ко второй годовщине октября были переименованы еще несколько улиц, в том числе переулок Никольский, ставший улицей Свердлова. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ